Всем привет! Для тех, кто меня не знает или забыл, я Саша Тихомиров, основатель бренда Born2B. И в следующей серии видео я вам расскажу про Айаваску, то, чего вы не знаете, а также объясню, почему моя жизнь уже не станет прежней. Я заинтересовался вопросом о Айаваске несколько лет назад, а полгода назад пути к базовому лагерю Эвереста я уже точно для себя решил, что должен испытать это. Но я думал, что еще не готов и знал, что почувствую, когда придет время. По пути в Перу мы делаем остановку в Сан-Паулу, где встретились с моим партнером по бренду с Артемом. Предыстория сначала. Это часы, которые, когда первые бабки я начал зарабатывать, когда я магазин открыли в Москве, накопили на карте полтора ляма, и вот за лям купил часы, а теперь вот дарю их Артему. Спасибо. Так, зоди, потому что, как я тебе сказал, они символичны, и может у меня даже настроен. Так, давай мы тебя сейчас настроим. Сейчас, короче, утром. Осталось три дня до церемонии. Вот, у нас дилемма, как питаться. Либо такой завтрак, либо немножко себе дать какую-то слабину и взять сыр, взять кофе, сладкое, но... Наверное, все-таки стоит уже как-то три дня взять себя в руки и жестко, жестко посидеть на диете. Мы в Бразилии, Сан-Паулу. Мы здесь еще два дня, потом мы вылетаем в Лима. Через три дня у нас начинается первая церемония Айвазки. Я был уверен, у меня даже были предсказания от ясновидящей, что именно на церемонии Айвазки она мне покажет, она это Айвазка, мою будущую женщину, она придет ко мне, моя будущая женщина, покажет и расскажет, как ее найти, как ее встретить. И типа, что через месяц я ее действительно встречу, моя жизнь изменится. Вот такое у меня было предсказание, я в целом был согласен с этим, что до церемонии, наверное, не стоит... Не то, что не стоит, а... И, короче, был уверен, что до церемонии я никого точно не встречу, потому что... Ну, смысл заводить отношения или кого-то встречать, когда ты становишься... Собираешься быть другим человеком. Вот. И каково же было, значит, мое удивление, Когда за неделю до поездки я встретил девушку, Так ее встретил, что... Фух, как это сказать, как объяснить? Так я ее встретил, что... В шоке я, в общем. В шоке от того, что два важнейших события в моей жизни, От каждого из которых моя жизнь может перевернуться с ног на голову, Изменить просто все. Два этих события Происходят у меня прямо сейчас. Происходят прямо сейчас одновременно, Накладываясь друг на друга. Я не знаю, к чему это приведет. Я надеюсь, что это... Я надеюсь, что я просто в космос улечу. Совсем скоро. Вот. На улице в Сен-Паулу очень много бездомных. Просто повсюду лежат бездомные. Палатки, тенты, В переходах, в углах. Очень много бездомных. Вы можете там потрунивать, Улыбаться, смеяться, Думать, что вы там меня знаете. Я просто говорю, как я чувствую. Я просто говорю о своем намерении. Я действительно намерен. Когда я говорю, что это женщина до конца жизни, Я действительно намереваюсь так сделать. Вот. По поводу Айваски тоже, знаешь, там ожидания. Не то, что стараешься без них быть, Но все равно в голове как-то картинка выстраивается, То, чего бы ты хотел получить. Наверное, знаешь, там для себя я выделяю того, Что мне нужно в каком-то плане, Профессионально именно то, что связано с брендом, Увидеть некую такую новую парадигму, Которую может улучшить. Вот все, что фильм не стоит. Могу что-то нравится. Лучшее понимание философии. Потому что, мне кажется, Айваска – это тоже про Аббон-Туби. И надеюсь, что это получится. Еще у меня есть желание получить вот этот вот макроконтакт, Как из книги. Помнишь? Потому что ты можешь к нему возвращаться. А с кем ты хочешь получить макроконтакт? С Айваской? Да. Просто хочу вот именно получить макроконтакт В контексте того, что именно хочется почувствовать в себя Часть всего, что вокруг происходит. Часть у каждого человека. И вообще всего. Короче, вот такие вот психи работают в Бор-Туби. Тебе как будто дверь чуть-чуть приоткрыли, И это формирует твою новую картину мира. Ты даже себя как-то спокойнее чувствуешь, Потому что у тебя есть из этого знания. А Айваску представляешь, если я там мощнее? Должно быть интересно. Ходят слухи, ходят разные истории о том, Что кто-то там сошел с ума, Кто-то там голый побежал по улице, Кто-то там вообще повесился. Мне товарищ Двая на Бали Рассказал, что его друг просто после церемонии Пошел повесился. Это все происходит. Но вы должны понимать вот что. И это все происходит, когда Это неосознанно. Когда человек Просто с дуру там поехал Без подготовки, там все, Айваску, Что-то услышал, поехал, Сделал, у него там в голове что-то произошло непоправимое. И вот эти вот люди Нас вот убеждают, они Вот они Да там вообще у вас там будет Бэт трип, да вы там не вывезете, да Зачем вам это надо, да это наркота. Вы сами все увидите. Вот все, что сейчас я рассказал Будет ровно так. Два месяца назад, когда я принял решение Делать Айваску, мне сказали Надо начинать готовиться. Сначала было тяжело это воспринять, что нужно Отказаться от мяса, отказаться от мастурбации, от секса, соответственно. Мат исключить. Ну и в целом задача повысить максимальную вибрацию, Насколько это возможно. И подойти к Айваске в максимально чистом состоянии. Насколько это Насколько это будет возможно. И первая мысль, да, когда мне это сказали Это страх. Но, как я выяснил потом, совсем скоро, Что вот этот вот страх, как раз таки, Он и живет в низких вибрациях. И когда я отказался от того, от того, от того, от того, У меня все страхи пропали. Просто нет никаких страхов. Ноль страхов. Абсолютно уверенность и ноль страхов. Шаг за шагом очень важные, Катастрофически нереально важные темы открываются. Первое это то, что я узнал о вибрации. Вы часто слышали это слово вибрации, вибрации, Высокие вибрации, низкие вибрации. Я до 33 лет не задумывался об этом. Что это за нахер такие вибрации. Сейчас я понимаю, насколько это важно, Насколько это сильно влияет на жизнь. Второе, что я буквально несколько дней назад осознал, Насколько это важно, Это не то, что воздержание, А сколько энергии до 33 лет я каждый день растрачивал. И я сейчас хочу еще углубиться очень серьезно в тему тантры. Короче, давайте еще раз, еще раз. Перед реваской нужно было воздерживаться, То есть никакого секса, никакой мастурбации. Это для того, чтобы накапливать энергию, Которая мне пригодится на церемонии. Я тогда подумал, а что, блин? Ну, энергию-то как бы хотелось всю жизнь накапливать вообще-то И не растрачивать. И что, теперь никакого секса? Нет. Оказывается, Оказывается, Есть там какие-то древние китайские, Даосские техники, И тантрические техники. И вообще это не новая история о том, Что сексом заниматься можно, нужно, Просто нужно научиться не терять свое семя. Вот так вот. Как, Артем, для тебя тоже это новая тема, да? Да, да. Тебя она очень заинтересовала. Есть такое, Ну, я тоже до этого еще смотрел, Какого-то воздержания, По поводу того, как эндорфины у тебя уходят, Как ты вообще потом на мир смотришь. Если, вот прям рекомендация, Значит, если кто-то сомневается, Вот просто попробуйте воздерживать за месяц. И вы увидите. То есть, как будто, Можете не верить на слово, Но вы увидите, Что через месяц, Просто один месяц, Во-первых, это непросто. По ощущениям, Это вообще непросто. Есть даже определенные моменты, Когда тебе захочется слить энергию. Там, через неделю, через две. Потому что ты будешь чувствовать себя так хорошо, Что условно ты захочешь это отметить, Слитием вот этой вот энергии. Но если продержаться один месяц, То прям увидите, Какие вещи будут происходить вокруг вас. Как вы будете на мир, давай смотри, Многие, У них сразу, У них сразу идет отговорка, Что там это вредно, Что там для здоровья, Для простаты. Это все ваши отговорки. Так вот, А, еще кое-что. О, смотри. Да, сейчас туда пойдем. Вот что я еще хотел сказать. Для меня было вообще супер необычной, Интересной новостью, То, Что воздержание, Оно, Как это происходит обычно? Вот ты с женщинами позанимался сексом, Кончил, И все, Тебе она больше неинтересна. Вот, Если у тебя твоя любимая женщина, Ты кончаешь, И все, Тебе неинтересно. Уже что-то, Ну, Какой-то звоночек, Да? Так вот, Типа, Если не кончать, То можно, Во-первых, Мужчина может испытывать множественные оргазмы, Во-вторых, Он может лучше удовлетворять свою женщину, В-третьих, Она ему не перестает быть интересной, И в-четвертых, Вообще супер новость, Которую я узнал, Оказывается, Что именно из-за того, Что ты кончаешь, Тебе женщина, На подсознательном уровне, Она забирает твою энергию, И ты перестаешь, Испытывать к ней влечение, На подсознательном уровне, Тебе она надоедает, И ты не хочешь с ней заниматься сексом, Потому что твое подсознание тебе говорит, Она забирает, Высасывает из себя энергию, Фу, Интересная инфа, У меня есть, Два года, Для того, Чтобы изучить все эти, Тантрические практики, Потому что, Мы ждем, Пока моей невесте исполнится 18, Вот, Да, И буду для нее, Самым-самым лучшим уже, Субтитры создавал DimaTorzok Еще одним из элементов подготовки, Очень важным, Я считаю, Это книга Две жизни, Антаровой, Которую я прямо сейчас заканчиваю, Вот, Было очень важно закончить, Успеть ее передай вас, Потому что, Вот такие он и том, Четыре тома, Такая книга, Очень глубокая, Очень глубокая, Я ее всем рекомендую, Не все к ней готовы, Я рекомендую ее всем, Это настолько мощная вещь, Что когда вы это поймете, Вы просто охренеете, Значит, Мы в Бразилии Заказали Настоящий бразильский асай, Попробуй, Артем, Очень вкусно, Бразилия считается Родиной асай, Мне сказали, Что я могу спросить у Айваски Все, что угодно, И сначала я записал Несколько вопросов, Но потом подумал, Что оставлю только один, Впрочем, Все эти вопросы у меня Крутились в голове, И, к своему удивлению, Я на многие из них Получил ответы, Если в первый день Сан-Паулу Мы ходили гулять В центр города, То второй день Мы решили провести В парке, И не знаю, То ли дело в том, Что сегодня суббота, То ли тут всегда так, Но, Такое ощущение, Что бегает весь город, И не знаю, Относится это к делу или нет, Но мне установили Два дня назад имплант в зуб, И прописали курс антибиотиков, Но перед Айвазской Нельзя антибиотики, Нельзя никакие лекарства, И я, В общем-то, Иду на риск, И ничего не принимаю, Вот, И уверен, Что все будет хорошо, Опять же, Немного не по теме, Но я заметил, Что здесь спортивные площадки, Вот, Теннис, Там, Баскетбол, Что еще, Они, За ними следят разные бренды, Тут Рено, Там Джордан, И поэтому они в хорошем состоянии, А не так, Когда за ними следит государство. Субтитры подогнал «Симон» Новый стиль, И новая линейка Born to be, Ребят, Это, Конечно, Космос, Вы только на это посмотрите. Мы находимся в городе Лима, Это столица Перу. И через 30 минут мы вылетаем в Пукальпу, В нашу финальную точку, Куда, Откуда, Мы уже поплывем на лодке по Амазонке, 9 часов, В джунгли, В нашу деревню, Шаманов-Шипиба. Народ в комментариях спрашивает, Сколько все это стоит. Давайте немного поподробнее об этом. Ну, Самый ретрит нам стоил 8,5 тысяч долларов. Это сильно дороже, Чем можно найти предложение в других местах, Но я сюда ехал не за Иваской, Не за каким-то конкретным шаманом. Я сюда ехал за своей подругой, В которой я не сомневаюсь, В которой я уверен и максимально ей доверяю. Блин, Какие же крутые штаны, Новые штаны Born to be. Вообще не могу, Это они из такой легкой ткани, Из легкой ткани. А вот эта кофта, Это просто что-то с чем-то. Новый материал рюкзаков и сумок. К моменту выхода видео, Я думаю, Что может быть у нас уже, Они будут на подходе. Это будет у нас начинаться с версии 4.0. Народ не перестает спрашивать, Проходит ли рюкзак Тревел В ручную кладь в самолете. Ответ да, да, И еще раз да. Ток, 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 ток. Ты покажешь отель, да? Ток, 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 ток. Костя, ток, ток, ток В этом моменте я все еще не понимаю смысла ношения вот этих вот побрякушек. Но что произойдет позже вы увидите сами. Да здравствуйте с нами Саша Масюк это девушка которая мне сколько лет назад 10 лет назад сделал эту татуировку живешь в лос-анджелесе ты уже сколько раз делай айваску на моем счету две церемонии где ты их делала в лос-анджелесе еще ты пробовала буфо это молекула бога это яд жабы нет буфо это молекула бога а камба это яд жабы это два разных это две разные лягушки ага то есть буфо это одна лягушка молекула бога и еще какая камба Это помнишь на очищение я тебе рассказывала что идет активация иммунитета и очищение тела энергетически и я хочу окунуться в этот мир именно тут потому что Знаешь как говорят с истока начаться просто вот у меня не было вообще вопроса то есть я знал что я поеду делать айваску я только впервые это буду делать нигде в другом месте там на бали где угодно это все предлагают Ну это я не считаю это вообще за айваску Потому что тебя уже Аня рассказала наверное Нет я изначально знал что если ехать только сюда Просто когда я вообще знаешь поняла что я хочу ехать именно на айваску не было вопроса куда был запрос конкретно айваска А у меня как раз таки не было запроса конкретного айваска точнее он был но я планировал через несколько лет тут Аня мне рассказывает я говорю я еду с тобой я еду за человеком Да 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 Есть еще вопрос Как ты почувствовала что тебе нужна айваска Сейчас Не 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 сейчас первый раз Как ты к этому пришла у тебя бизнес дети муж Да 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 смотри я открыла для себя эзотерику и начала работать с картами ну вот через вот этот мир я поняла что я очень хочу попробовать Айваска это наркотик? Нет Это медицин Вопрос вопрос ты видел свою прошлую жизнь Ну я видела одну да Тебе это помогло чем-то? Было не об этом вообще Мои мои айваски они были вообще не об этом но я мельком видела себя со стороны вот как такое ощущение что это была я Да Тебе просто показалось? Или мне просто показалось Мне хотелось уверить что если инкарнация не знаешь от этого как будто страх смерти он должен раствориться А есть страх смерти? Наверное подумаю все там есть но есть работа над этим Кристина Я Первый раз планируешь попробовать айваску? Нет уже второй причем первый был не так давно был в Мексике в ноябре с той же компанией Ага Вместе с Аней? С Аней да с Раулем Арсеном и с Артом Угу Так Интересно Давай сначала Простые вопросы о тебе сколько тебе лет? Тридцать девять Тридцать девять Классно выглядишь Спасибо У тебя бизнес чем ты занимаешься? Сейчас уже нет У меня был бизнес семейный потом был личный бизнес Но так как у меня трое детей я решила что должна полностью посвятить себя им дать им пока что То есть ты мама? Да я себя реализую материнство уже последние лет десять Так как ты пришла к тому что ты хочешь попробовать айваску? На самом деле не было такого запроса мы познакомились с Аней и она искала единомышленников для такой интересной поездки Во первых она уже пробовала и хотела сама попасть И за Аней поехала? Я поехала за Аней не понимая что я делаю я поняла что происходит буквально за две недели когда мне пришел огромный блиц опрос С намерениями со страхами потом был видеозвонок с компанией которую ты устраивала в Мексике и только тогда я поняла насколько все серьезно Когда я приехала я увидела расписание на каждый день и каждый день была очистка грибы церемонии Ты до этого что-то пробовала вообще какой-либо опыт? Я вообще далека от наркотиков а тем более от галлюциногенных наркотиков Так, то есть у тебя все-таки понимание что это все-таки наркотическое вещество? Нет, когда я вошла в это состояние я понимаю насколько хорошо работает при этом сознание насколько ты в себе У меня не было галлюцинации из серии чего-то непонятного Абсолютно все создавал мой мозг который мне в обычной жизни и так все дает Ну то есть ничего нового Страха не было? Страх был немножко... Или ты просто не знала куда ты едешь? Изначально Я это было вот прям... я никогда не читала про Айваску Я слышала про нее, я не смотрела про нее видео Короче... Может быть это тебя уберегло кстати говоря и спасло Они предупреждают что лучше не смотреть никакие напутствующие видео и мнения И я специально когда поняла в чем дело за 2 недели ничего не читала и не смотрела вообще Я могла бы, но я не стала Ну в интернете в основном шлак и мусор и... Да, негативно Я могу сказать что слушать советы от кого-то подряд не стоит Тем более из серии мой друг ездил, моя там подруга ездила, лучше не стоит Человек который сам побывал в нормальной церемонии Айваски Никогда не скажет ничего по полку Никогда не скажет Почему ты еще раз приехала? Что мне дало? Ну я полностью... вот что мне понравилось Вот что для меня это было как плохое снятие эго и масок Алла oss Здравствуйте,eta мой друг Здравствуйте Здравствуйте Защ分? Всё У, что для тебя? Нет, спасибо Я люблю тебя Ты для меня? Айв комpelру Мачо КакойAA Смотри, милая милая. Смотри, что ты делаешь. 20 соль. Дай мне 2 соль. Артем, купи жвачку, пожалуйста, у человека. 2 соль. Купи жвачку у человека. 2 соль. 2 соль. Ай, милая милая. А ты рвешь. Спасибо. 20 соль. Спасибо. У тебя очень большие яйца. Так, на чем мы остановились? Я спросил, для чего? Нет, что изменилось, что дало. Что тебе дало? Я сказала, что началась с того, что для меня это было полное очищение от эго и масок. Тебе настолько больно расставаться с тем, что на тебя обросло за всю эту жизнь. Ведь вместе с эго уходят всякие страхи и все прочее. У меня так было, у всех по-разному. Я это увидела очень четко, очень визуализировано, ярко, вместе с эмоциями. И тогда я вдруг поняла, что на самом деле все это выдумки. Ну то есть это все, это мультики, которые мы сами себе придумали. Плюс я почувствовала наконец-таки себя, ну такой слабой, как вот знаете в детстве. Если ты понимаешь, кто ты, тогда ты все боишься. Когда ты тебе больно, ты плачешь, тебе грустно, ты грустишь. И ты не думаешь о том, как мир на тебя смотреть. И наконец-таки смогла ответить себе на вопрос, что не надо собираться быть сильным. Ну у меня была проблема в том, что когда я вернулась, я продержалась какое-то время очень стойко. Я понимала, кто и что. Я принимала мир, какой он есть. И мне казалось, что все идет как надо, но у меня быстро был откат. Об этом тебе предают часто. Что многие люди откатываются, 90% людей после церемонии возвращаются домой в свой быт, в свои вот эти вот энергии, людей. И мы откатывались. Потому что то, что происходит там, это 1%. А чтобы в жизнь это внедрить, это 90% и это только происходит. И как ты с этим работаешь, что возвращаешь. Вот у меня это либо не получилось, либо, как мне объясняли, это один из этапов роста. Два года назад, один вперед. То есть был откат, а ты сейчас хочешь вернуться. Я поняла, что надо работать дальше. То есть было какое-то супер крутое состояние, которое тебе очень нравилось. Да, да, я понимала, что... Нет страхов. Ты вообще, ты понимаешь, что все правильно идет. Все в мире как надо. И с тобой все в порядке. И ты не боишься практически, да, ты ничего не боишься. Ты полностью доверен миру. Ты всегда хорошее настроение. У тебя яркие сны. И я четко почувствовала в один момент, когда это закончилось. Когда я вас полностью выстрел. И ты живешь своей обычной жизнью только и мы. Как бы я снова себя внедрить. Наркотики. Я бы не сказала. Все-таки не сказала. Но есть такие мнения, конечно. Помогло в воспитании детей? Понимание? А вот воспитание до сих пор помогает. Я больше не веняла. То есть я стала спокойно относиться почти ко всем языкам. Раньше я на все реагировала, рефлексировала на них вечно. Теперь я это все еще хотела сделать. Сколько самому старшему? Тринадцатую. Через неделю. Один. Да-а-а. И register. falsch-к far weетных. Здрасти. Здрасти. Привет! Привет! Как дела? Доброе утро! Привет, мой друг! Вы видели, что вы думаете, что пекарнеры мы собираемся в пекарнеры здесь? В какой стране? В какой стране? В какой стране? Я говорю спальнеш? Нет, нет, нет В английском? В английском? В английском? Мистер! Привет, мой друг! Вы дурак? Россия! 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 Пойсано, доброе утро! Пойсано, доброе утро! Пойсано, доброе утро! Вот такой вот завтрак! Эти плавательные шорты мы пытались разработать три года и, наконец-таки, они скоро появятся в продаже! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот на этой лодке мы будем плыть 9 часов! Доброе утро! Расскажи про эти сигареты, это что такое? Это мопачо! Как называется? Мопачо! То есть это не табак, не никотин? Это табак, но это родственник махорки, если что, попроще! Это, по сути, мопачо! Это можно курить при айваске! Это на церемониях! Что дает мопачо? Он дает очищение! Это когда нужно почиститься! То есть оно помогает, если тебе плохо, скажем! Но ты не можешь! То есть это прямо вот я могу покурить? Да! Без проблем! Во время церемонии? Да! И пыль и так просто! Интересно! Надо попробовать! Попробуем! Пойдем! Пойдем! Бабыл рейн с зерней и почистиль махорки! нам выдали какие-то... ...бобы Что этооделается! Аллоу! Хухихихихихих... Все... Adam Ryaz вероятно прямо сейчас происходит самое важное событие в моей жизни а я чувствую себя абсолютно спокойно так долго мы разрабатывали шорты потому что мы не могли найти идеальный материал и производство и наконец все получилось олег вопрос про вас ты едешь сюда но ты не собираешься делать айваску ты просто посмотреть амазон и я спрашивал тебя не посмотреть а что я хочу здесь совместить некоторые вещи здесь познать я за знание ты хочешь для работы для деятельности что-то узнать своим опытом хочешь что-то трав найти здесь и забрать с собой ты один из тех людей которые считают что айваска не нужна тебе да но не все еще заявил утверждать так это не уважать мнение других людей знание тех людей которые этим пользуются это абсолютно неверно у нас поломалась лодка поэтому мы остановились в какой-то деревушке вот на час пока ее чинят сейчас иду смотрю что здесь происходит мне конечно нравится этот мое спокойное состояние такого абсолютного принятия связано это с высокими вибрациями либо с чем-то еще смирение спокойствие очень интересно осталось несколько часов до первой церемонии и опять же полный штиль и никакого волнения перед самым важным событием в жизни полный штиль и никакого волнения верите нет ваше дело какие серьезных это вот наша охрана так короче ребята объяснили то что когда мы отплываем спорта если у нас нет охраны могут сразу набрать сказать вот эти ребята отплыли без охраны и могут к ним потом подплыть и их ограбить поэтому поэтому у нас двое охранников регионы не знаю как вы мне поверите но здесь в амазонке водятся дельфины только что видел лично дельфин вынырнул выпрыгнул из воды в амазонке водится розовый дельфин вау дельфина Лодка сломалась, мы просто дрейфуем в обратную сторону. Темнело. Так, мы продолжаем сидеть и нас начинают окучивать москиты. Короче, у нас с Саней информация прилетела, что с нами едет в лодке прямо сейчас самый лучший из светлых шаманов Шипиба. Шаманы бывают светлые и темные. И часто люди попадают на темных шаманов и, как Саня говорит, они высасывают энергию, да? Ну да, да. И из-за этого очень много негативных комментариев по поводу Айвас. То есть, что если попасть не к тому шаману, то это вообще не классная штука может привезти. Вот. И Саня говорит, что она точно знает, что с нами едет самый лучший шаман из всех Шипиба, он как звезда, да? Мы ими не говорим, но это супер известный и супер светлый шаман. Вот. Освещают дорогу фонарем, плывем очень медленно, потому что много бревен плавает в воде. Мы уже плывем 12 часов. Смотрите, 14 часов мы доехали. Комнаты, кстати говоря, в которых некоторые люди вообще не спали, потому что все спят после церемонии прямо в церемониальном молоке. из-за долгой дороги нам пришлось перенести первую церемонию на следующий день. Сегодня без Айваски и уже до завтра. Спокойной ночи. Главное, что мы здесь и все. Главное, что мы здесь. Главное, что мы здесь. А вот это вот спутниковый интернет Илона Маска Starlink. Я впервые, впервые вообще такое вижу. Интернет Илона Маска. Это сексуальная каша. Почему она сексуальная? Это ирония. Это мне? Так, ребята говорят, что татуировки это порталы для входа темной энергии. А ребята у нас все зататуированные. Саня там вообще чуть-черт ногу сломит. И проблема в том, что Саша у нас татуировщица. И она хочет спросить, ты хочешь реально спросить у Айваски. И если она скажет, что нет, не вариант, то ты будешь думать о смене бизнеса. Да ну, это глобально так сейчас. Нет, я не знаю. Посмотрим, что она скажет. Ты знаешь, ты можешь переформатироваться и схватить эту уроки. Окей, сегодня Маэстро Карлос. Да, спасибо. Вы увидите нам планы. Айваска. Вот Айваска растет. Это достаточно старая Айваска. Ей 10 лет. Почему эта старая Айваска не хороша для пить? Айваска растет. Айваска растет. И 10 лет. Это идеальный момент. 10 лет. Такая Айваска растет. Это идеальная Айваска. Представляете, вот она. Айваска. Ваюса? Почему мы называем Ваюссас? Айваска. Сегодня мы используем эту планы для сахара. Когда мы чистим. Что? Это для энергии. Да. Вот этим мы будем сегодня делать душ для очищения энергии перед церемонией. Это место уникально тем, что здесь, прямо в ратри центре, растет Айваска. Такое редкое, где можно встретиться. Обычно это всегда завозят. Еще уникальность этого места в том, что сюда никогда не пускали туристов. Это земля шаманов. Мастер растений. Мастер растений. И он как учитель для шаманов. Он сидит на диете. На одном растении. На каком-то. Все зависит от индивидуально. Кто-то там и семь месяцев сидит у них на одном деревне. На коре. То есть они питаются только корой? Нет, они делают отвар на ночь без этого растения. И на ночь его пьют. Но не в день церемонии. То есть, подожди еще раз. Питаются только исключительно? Нет, питаются. Диета какая у них? Рис и картошка. Ага. Вот. То есть они питаются один раз в день в обед. Вот. И на ночь пьют вот это растение. И в какие-то дни проводят церемонии. Оно их учит. То есть нельзя смешивать мастер растений. То есть можно считать, что вот это дерево, вот это растение, это тоже как бы айвазка, только по-другому? Нет. Оно работает по-другому. Айвазка это немножко другое. Ну типа то мастер и это мастер. И это мастер, да. Просто то учит одному, а это учит немножко другим еще. Но мы ничего не поймем, если будем пить этот. Ну да, там просто нужно долго сидеть очень. Это нужно, чтобы ты понимал, они по 7-8 месяцев сидят. Вот бывает, например, на катавле они сели на диету 7-8 месяцев сидят. Год кто-то сидит даже. Пока что-то им растение откроет. Но это дерево, оно сильнее, чем айвазка в плане машины? Нет, айвазка самая во голове стоит. Угу. Я понял. Угу. Но зачем они именно диету держат вот на этих, чтобы получить их знания, чтобы слышать эти деревья. Они от них получают знания определенные. песни, опять же, икорус, которые они поют вечернее. Вот ничего. Олег говорит, возьмет айвазку, чай из нее сделает, да? Да, обязательно. Ты же говорил, не хочешь айвазку. Нет. Вы, которую пить будете, она настаивается специально. То есть она другой имеет свойства. У нее листья, они как можно пить свойства, как для чая просто. А не для формы там, проявления себя, как вы хотите. То есть ты не хочешь никакого эффекта? А мне он не нужен. Я ж тебе уже висим. Саша. Икорус песни. То есть вот эти все растения, они дают каждой свои лечебные песни. Ну и это дает какой-то свой. И это тоже дает. Какое-то свое. Да. Я не буду говорить. Какое? Она дает тоже лечебные песни. Каждое растение, то есть каждый икорус, который поет Шаман, он для определенных целей. То есть именно, то есть вот это Бабин Саана дает для одних целей. Катао для других целей. Есть там Камаонга у них, кстати, Карлсон скажет, чтобы показал. Это чистая медицина. К тому же она показывает, как лечить людей. в этом... base с чакрунася с Yunits oppreme. Это уkrit круг для плоту. Чакруна, это по желану. И оно, что кокаута с айураски с айураски. Это буровое до этого. Так что для айураски есть двое ингредиенты. Айураска и чакруна. Чакруна для индустри adding расстоть в виду? Да, вактория. для визуально в церемонии, и Айваска – это пургатив в физическом теле. Арсен, тоже поясни, пожалуйста, вот смотри, два ингредиента у нас варятся, да? Вообще смотри, они варят, да, они варят классическую Айваску, потому что они, как я сказать, сильные ребята, им хватает двух ингредиентов. Те шаманы, которые по слабее, они добавляют еще, там скажем, мапачо, еще у каждого шамана там есть 20 набор трав. Они варят по классике, то есть все как Пошапиба, два ингредиента. Чакроно тебе, вот она и дает DMT эффект, грубо говоря. То есть DMT – это чакроно? Да, это вот то, что ты… Айваска – она что? Тебе знания. Знания, да. Ну то есть вот то, что тебе нужно, запросы. Такие вот. Она же тебе показывает это все, а это дает на DMT эффект, чтобы ты… Как тебе сказать? Вот здесь вот все открыть. Здесь все открыть. Хорошо, вопрос. Если только чакроно выпить, что будет? Да ничего не будет. Ничего. Они работают только вместе. Только вместе. Только в съездке. Да, интересно, да. Как так же. Немного, немножко. Ножка попасть сюда. Да, используется только для айваска. Если вы миксируете на другие планы, то нет эффекта. Я понимаю. Как ты знаешь, что некоторые планы это такое ощущение. Как ты знаешь? Миллионы лет, брат. Да, как ты знаешь, большая езжение. Акада мне скажу... С runtimendole немного описания вся листья парни прожатогоutersа о Рапе. Рапе. Мне 저희가 роды تع above theểuку. М beginningsкам для развлекательства этой планы. добавь пару слов про это что такое это миксует с мопатчей или этому кура она используется в жидком виде жидком да то есть ее то есть смотри берут листики берут стебли с них сок выдавливают и мешают с табаком мопатч и закапывают в нос то есть это для очищения как раз именно для этого и вот кстати когда был к вид вот они просто еще одно лекарственное растение но это не мастер растение это именно лекарство здесь вот у нас была церемония смотреть прямо отсюда ребят прикиньте какая красота вообще топчик на самом деле еще не все здесь готово потому что это новый р3 центр где мы будем первыми участниками олег вопросик вот у них есть мастер растения мастер деревья в россии нет я такой не может и для кого-то есть понимаешь мы не прогоняемся день у нас есть деревья ну допустим на руси дуб да это мужское мужская сила березка это женская сила и сосна это тепло жизнь тоже самое ну понимаешь нас как-то идея по-другому немножко образные они у нас они все у нас лекарственные реально по-разному они вот так вот мой денег это мастер либо как он у них обучается я с ними согласен с одной стороны почему потому что для меня растение это очень высокая цивилизация будем так говорить на языке ну нашим постом поэтому мы может быть даже неправильно переводим мы переводим его образный язык этого человека вот они почему называют то есть они у них учить это их учителя мы у них не учимся ну как я сразу говорю мы в лес приходим и там общаемся там учеба идет в общении наш анекдот любимая ты за меня березу сломаешь сломаю а дуб и дуб сама а сосну а если соснешь понятно мы это не понимаем о чем мы говорим да можно будет сегодня немножко взять где заварки ты почувствовал что такой-то эффект уже что-то почувствовал грызнул что происходит ну я объяснить не могу я знаю на какой орган и быть может очень хорошо подействует для меня он говорит о диарее а ты думаешь да вот так не только как ты так чувствуешь вот смотри ну я не знаю как тебе объяснить я давно с того просто живу я с ним разговариваю так вот это наш шаман имя попросили наша шаманка имя попросили не называть она очень известная что можно про не сказать она очень сильно она очень сильно хиллер кто лечит людей я уже говорил то что она из светлых есть темные шаманы и светло она одна из сильнейших светлых шаманка поэтому ее всего 68 68 лет а вот собственно непосредственно маэстро если твой ребенок увидит это видео ему сейчас 13 лет допустим через три года 16 18 через пять лет он увидит и захочет поехать сделать айваску с тобой ради бога потому что я после первой поездки все рассказала со скольки лет ты разрешишь если он захочет раньше ну я боюсь что наступит момент когда я не могу не смогу вообще ему сказать нет это наверно будет 18 когда он уже имеет право сам типа если захочешь 16 ты наверное нет вообще я и 18 без него еще поговорила не потому что возраст посмотреть на его готовность я же своего ребенка хорошо знаю могу себе представить что за этим он стоит на самом деле поэтому если 18 он захочет и у него будет намерение я не смогу восстановить в принципе он знает что это такое я ему рассказала я кстати луксу тоже говорила но ему 6 поэтому я думаю которому 6 тоже ну да то есть принимать вот у нас обед ничего особенно просто у нас в ретрите электрические провода подвешены за и ласку с небольшим опозданием к нам подъехала основательница топ-стретчинг аня конюк Аня Конюк, собственная персоны, человек из-за которого я оказался здесь. Я не планировал Айваску. Я думал, два-три года, может быть, то, что я еще не готов. Но поговорить с тобой после Гили ты сказал, что едешь сюда, в Перу, в первоисточнику. И у меня не было вообще сомнений и вопросов. Я сказал, еду с тобой. Ну, первое время был какой-то там легкий страх. Потом, когда ты сказала мне то, что нужно готовиться два месяца, диету соблюдать, воздержание, что-то еще. Ну, страшновато там. Поначалу было. Но вот я вник в это все. И сейчас, два месяца спустя, мы здесь. Вот мы тут, да. Быстро прилетело это время? Или тянулось? Да, слушай, не знаю. Вроде достаточно быстро. Для меня медленно. То есть, у нас еще разница восприятия времени с тобой есть. Скоро ты замедлишься, и у тебя каждый твой день будет разбит на моменты. Ты будешь прям в таком тягучем временном пространстве. Слушай, ну я в принятии. Я не имею никаких предубеждений о том, что будет. Стараюсь ничего не фантазировать себе, не тратить свой жизненный ресурс на то, чего я не знаю просто, что будет, чего ждать от следующего момента. Поэтому я сейчас вот стою в этой... в этих джунглях приехала, и мне жарко, и я прям хочу уже омыться, и уже начать эту церемонию. Но при этом и время торопить не хочу, потому что сейчас такой закат здесь, курочки, эти звуки, то есть я в наслаждении. Ладно, спасибо. Прекрасная, красивая волоса у тебя, прическа. А кто пыль? Аня говорила очень тихо, потому что у нее не было голоса. Так, здесь у нас идет подготовка. Во время церемонии вы можете увидеть Айвазку в виде зеленой богини либо змеи. Так вот, я увидел зеленую богиню, и это оказалась Аня. Перед каждой церемонией Айвазки мы совершали омовение одним из лекарственных растений, которое призвано для того, чтобы очищать энергетику, а также оно служит для отпугивания комару. Пишем. Пишем. Так, ну что, осталось пара часов до церемонии, до моей первой церемонии Айвазки. Интересно. Интересно. Мне уже кажется, что я уже выгляжу по-другому совершенно. взгляд другой. Что же будет дальше? Блин, вот реально взгляд другой. Что я сейчас делаю? Я полностью расслабляюсь? Слушай, да, можешь даже если у тебя нет, без намерения заходить, оно в принципе как тебе само... Да, само... Это такое введение в медитацию без медитации, как я это называю. Называется рапе. Да. Для чистки мозга. Ну, в смысле, для чистки сознания. То есть для чистки... Давай называй, для чистки ума. Она очень сильно, очень хорошо останавливает поток мыслей. Я тоже перед церемонией это делаю, потому что она останавливает вот поток мыслей и, как я хотел сказать, не замедляет ум, а вот этот внутренний диалог останавливает. И ты в таком чистом сознании, ну, то, что люди добиваются с помощью медитации. Но это такая пермаментная вещь, и ты можешь ходить, там, разговаривать и нагодолю. Рауль, конечно, пипец, какое количество рапе туда заталкивает, потому что я купил рапе себе и очень мало себе задуваю, прям, очень, а он... что-то предвосхищаю ваш вопрос чем сейчас занимается рауль я сам не понимаю но каждое его движение каждое его действие поверьте имеет огромный смысл просто поверьте можешь дышать ртом на не нос так на что друзья что могу сказать мы через полчаса начинается церемония шамана уже сидят здесь готовая места подготовлены все собираются увидимся с вами через часов через восемь запишу какие-то первое первое впечатление так сказать мероприятие сейчас начнется и 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